В эфире телеканал Лоба информационная программа в студии Наталья Литвиненко. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Первый этап рождественских чтений прошел в Лобинске. Армавирско-Лобинская епархия провела уроки столетия. В честь Дня российской прокуратуры заложена Сосновая аллея. Молодые саженцы сотрудники высадили на площади Победы. Порадовать дошколят решили ученики 4-й школы. Член организации «Биоком» озеленили территорию 20-го сада. В Лобинском районе прошли первые духовно-нравственные образовательные чтения под названием «Уроки столетия». Это первый этап международных рождественских чтений, организованный Армавирско-Лобинской епархией. На мероприятии обсудили влияние различных событий на социальное развитие страны, говорили о роли православия в годы Великой Отечественной войны. Прозвучал и вопрос о влиянии казачества в становлении духовно-нравственной личности. Это первый этап ежегодных рождественских чтений, которые проходят в Москве. Участниками районных духовно-нравственных образовательных чтений стали представители районной администрации, Армавирской и Лобинской епархии, священнослужители храмов, учителя и ученики, работники учреждений культуры, казаки. Это мероприятие посвящено памяти трагических событий русской истории. Уже в январе в столице России состоятся международные рождественские чтения на тему «Уроки столетия», где будут представлены самые интересные исследовательские работы. Сегодняшняя наша встреча, она проходит в рамках подготовки к юбилейным 25-м международным рождественским образовательным чтениям. Я хочу вам всем напомнить, что рождественские образовательные чтения – это церковно-общественный форум в сфере образования, культуры, социального служения и духовно-нравственного просвещения. Число важнейших задач чтений входит развитие православного образования, духовно-нравственное просвещение общества, осмысление проблем науки и культуры с точки зрения православного мировоззрения, расширение сотрудничества церкви и государства в области образования. Проводятся вот эти чтения в Москве ежегодно, в начале года, в январе, поэтому они называются рождественские. Цель мероприятия – обсуждение широкого круга вопросов, связанных с проблемами духовно-нравственного просвещения, воспитания подрастающего поколения, дальнейшее объединение усилий церкви, общества и государства в утверждении традиционных духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей российского общества. Речь идет о событиях, произошедших между 1917 и 2017 годами. Как повлияло этот период и на социальное развитие нашей страны. Потом будет сделать анализ, будет тема такая «Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны». Потом будет тема о сектах, деструктивных сектах, которые возникли на почве борьбы с православием. Потому что места, как говорится, пусто, свято не бывает, поэтому нет православной церкви, значит вырастают какие-то деструктивные секты, которые изнутри пытаются разрушить наше общество, наши устои, наше государство. Будут темы также и роли церкви в обществе. В начале мероприятия состоялось награждение победителей муниципального этапа конкурса детского творчества «Красота Божьего мира», который проводится в рамках международных рождественских образовательных чтений. Направление конкурса – изобразительное искусство. Лучшие рисунки были выставлены в фойе Дома культуры. Участники творческого состязания в своих работах постарались отразить все то, что окружает их в повседневной жизни, свою семью, друзей, родной дом и город, природу в разных ее проявлениях. Через творчество конкурсанты признаются в любви к своей родине. На мероприятии участники чтения обратились к главам поселения, атаманам, казачьих обществ, чтобы они способствовали сотрудничеству с учреждениями образования, культуры, спорта. Прозвучала и просьба к руководителям управления образования, культуры, спорта, молодежи, руководителям учреждений дошкольного образования проводить совместную работу по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Отрадно, что на богоспасаемой земле города Лобинска, Лобинского района, с участием отца благочинного отца Александра Мудрика, главы района Александра Александровича Садчикова, проходят первые районные образовательные чтения, где будет способствовать изучению духовности и нравственности подрастающего поколения, учителей основной культуры, казачества, общественности. И они будут не первые. Надеемся, что государство благословит будет и вторые, и третьи, и десятые. Дмитрий, чтобы наши сродники и сотые проводили чтение в вашем районе. Дальциненко, Игорь Исаков, телекомпания «Лоба». 20 молоденьких сосен высадили на площади Победы сотрудники межрайонной прокуратуры. Эту экологическую акцию они посвятили Дню прокуратуры России, которая в январе исполнится 295 лет со дня образования. Несмотря на дождливую и довольно прохладную погоду, сотрудники межрайонной прокуратуры всем коллективам провели экологическую акцию. Они продолжили озеленение территории мемориального комплекса на площади Победы. Для этого были куплены в питомнике молоденькие сосны. Теперь они станут украшением этого памятного места. Очень приятно, что эти деревья будут расти именно на площади Победы, в таком месте, куда будут ходить люди и будут радоваться зелени. Экологическую акцию приурочили ко Дню образования прокуратуры. В январе надзорному органу исполняется 295 лет. 12 января 2017 года органы прокуратуры России будут отмечать знаменательную дату. Ровно 295 лет с тех пор, как Петром Первым был подписан указ о создании органов прокуратуры России. Коллектив Лобинской межрайонной прокуратуры решил отметить это знаменательное событие торжественными мероприятиями, одно из которых мы решили осуществить сегодня. Мы решили посадить аллею из деревьев на территории нашего города, чтобы жители нашего города ходили, наслаждались, любовались, отдыхали в тени. Немножко подвела погода, конечно, но у всех настроение бодрое, веселое, торжественное. Пользуясь случаем, хочу поздравить с предстоящей годовщиной всех работников прокуратуры, органов прокуратуры России, также наших ветеранов, пожелать им здоровья, счастья, чтобы в жизни все было хорошо. Без дела в этот день никто не остался. Сотрудники помогали друг другу. Каждое хвойное дерево бережно посадили в заготовленные лунки. Всему на территории площади появилось 20 саженцев и вечно зеленых растений. Работники прокуратуры обещают и дальше ухаживать за соснами, пока деревца не окрепнут. Хочется отметить, что очень знаковое событие, что мы именно на площади Победы, здесь у нас, в нашем родном городе Лобинске, проводим такую акцию, высаживаем деревья, для того, чтобы и будущие поколения видели, знали, что существует такой праздник, существует такая структура, которая всегда стоит на защите прав и законных интересов граждан Российской Федерации. Я думаю, что всех присутствующих переполняет гордость того, что они присутствуют на такой акции, что когда-то, может быть, через много лет покажут своим детям, внукам, дай бог, и правнукам, те сосенки, которые мы сегодня посадили. Даля Твиненко, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Вклад в озеленение города вносят и ученики. В четвертой школе уже много лет существует организация «Биоком». Ребята не только проводят субботники по наведению санитарного порядка, но и высаживают цветы. На этой неделе биокомовцы высадили кусты можжевельника и тюльпаны на территории детского сада. Тему продолжит Татьяна Щукина. В ноябре отмечается Всемирный день ребенка. Этому празднику в четвертой школе приурочили экологическую акцию. Ее назвали «Цветущая планета детства». Учащиеся седьмого класса высадили в соседствующем со школой 20-м детском саду кустарники и цветы. В этом детском саду мы первый раз сажаем, но выезжали с такими акциями мы раньше. Мы выезжали в Вознесенскую коррекционную школу, у нас выезжал туда казачий класс. Также приурочивали акцию к Всемирному дню ребенка, и тоже это было по осени, мы там высаживали тюльпаны. Сейчас в 20-м детском саду. В акции приняли участие школьники, члены детской общественной организации «Биоком», то есть биологическая команда. Ребята очищают от мусора городские улицы и места отдыха, занимаются озеленением. Делают все, чтобы в Лобинске было приятно жить и гостить. У нас класс «Биоком», мы участвуем в различных мероприятиях. Вот сегодня мы пришли озеленить детский сад, для того, чтобы младшее растущее поколение видело это все, и чтобы, когда они выросли, в нашем возрасте они тоже озеленяли все, помогали природе. К экологическим акциям отношусь положительно. Я пришла с боевым настроем, чтобы озеленить наш город, чтобы детишки бегали по зеленым лужкам, и чтобы было больше зелени в нашем городе. Биокомовцы посадили несколько кустов можжевельника и около сотни луковиц тюльпанов и нарциссов, которые, кстати, принесли из дома сами дети. Инициатива школьников очень порадовала сотрудников детского учреждения. Мы очень рады, что нас не забывают. Там много наших воспитанников. Они приходят, вот, благоустраивают нам детский сад. У нас родители наши тоже, в этом году мы объявляли акцию, наши родители покупали деревья, и мы сажали, вот здесь можете увидеть, это все родители тоже делали. Поэтому мы тоже в стороне не остаемся, украшаем свой детский сад, и за территорией сажаем деревья, и на территории детского сада озеленяем, тоже стараемся. Сейчас самое благоприятное время для высадки деревьев и цветов. Школьники очень надеются, что уже весной их младших товарищей, родителей и коллектив детского сада будут радовать зеленые насаждения и цветы. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лоба». Партнер выпуска новостей – компания «Окнопарк». Компания «Окнопарк» проводит розыгрыш ценных подарков. Это все новости. Сразу после рекламы смотрите прогноз погоды с Ириной Бирюковой. Всего доброго. До свидания. Бинск. Международная 53. Телефон 8-918-354-58-48.